Данил, поздравляю тебя с переходом в «Московское Динамо» в нашу команду. Такой подарок получился на Новый год. Понятно, что уже не мальчик, но все равно, как воспринялся этот переезд? Он и в Африке переезд. Как новый шаг вперед, наверное, как продолжение карьеры. Новый вызов для себя, наверное, показать свой лучший хоккей, показать, что я умею играть в хоккей. И буду стараться доказывать это на тренировках, на играх, через работу. Данил, как приняли в команде? Наверняка со многими ребятами ты был уже знаком до появления в «Зинамо». Да, с ребятами был знаком. А так, в целом, спасибо ребятам. Отличный боевой коллектив с большим характером. Очень приятно было оказаться сейчас в этой команде и играть здесь. Уже восприняли, уже поняли, почувствовали всю мощь нагрузок Владимира Васильевича Харькунова. Ощутил на себе уже? Ну, я думаю, что еще не всю мощь, но хорошие нагрузки, поэтому работаем. Данил, наверняка четвертое звено не то на что-то рассчитывал в данный конкретный момент. Или нет предела совершенства? Ну, конечно, хочется всегда большего, но если в четвертом, значит, надо выходить и работать, и доказывать, что ты можешь лучше, и показать своей игрой, заслужить это место в составе лучше. Но если тебя поставили, надо работать там и делать все для победы, для команды. Сегодня была твоя премьера перед динамовскими болельщиками. Самая главная команда выиграла этот матч у китайской команды Куньдлунь. Вообще, как тебе арена, как тебе болельщики, как атмосфера? Ну и комментарии матча в целом. Сегодня очень положительные эмоции, потому что столько болельщиков пришло, и победили сегодня. Поэтому только после игры были прям отличные, хорошие эмоции. Сейчас просто немного под выдох. Спасибо болельщикам за такую поддержку. Спасибо ребятам за игру, за победу. И все сработали сегодня как единый коллектив, и здорово, что выиграли. Ну, опять же, здорово, что выиграли, но показалось, что долго вкатывались в эту игру. Если это так, то с чем это связано? Ну, как я думаю, наверное, что с праздниками, с паузой небольшой. Ну, немножечко мы, да, отдохнули. Но ничего, следующая игра уже будет. По-другому будем начинать. Почему ты так уверен, Данил? Потому что я уверен. Просто уверен. А как по-другому? Хорошо, Данил? Расскажи, пожалуйста. Более агрессивно, более собрано, наверное. Опять же, да, сегодня много было моментов. Реализовали только один во втором периоде. Ну, один, который, это шайба, которая получилась победной. Опять же, почему не дорабатывали, на твой взгляд? Не хватало где-то что-то в концовке? Ну, создавали. Хорошо, что есть момент. Хорошо, что их создаем много, да. Но забивать, конечно, где-то можно. По-хладнокровнее, где-то наоборот, где-то пожестче надо было бросить. Но в целом, повторюсь, выиграли 2-0. И вратарь сегодня классно сыграл у нас. Поэтому все хорошо. Есть над чем работать. Очень много времени ты провел за команду «Локомотив» и ассоциируешься. Ты у многих и будешь еще, наверное, определенное количество времени ассоциируется с Ярославским клубом. Вот ты попал в новую команду, в новую систему. Что здесь непривычно, что здесь ново для Даниила Апалька? Ну, здесь я не могу так сразу сказать, что здесь, что там поменялось. Конечно, я в Ярославле проиграл много и сам никогда и не забуду этот отрезок в своей жизни. Но сейчас новый этап, надо смотреть только вперед. И сейчас здесь стараться делать все, чтобы команда выигрывала. А уже потом, все потом. Данил, возвращай к сегодняшней игре. В третьем периоде соперник, которому, в принципе, большому счету нечего было терять, активно пошел в атаку. Что Динамо, слава богу, не пропустили? Почему оказались к этому не готовы? Или наоборот решили сыграть как бы аккуратно на сохранение, может быть, где? Ну, соперник немножко добавил. Мы играли, да, его в обороне тоже надо уметь играть. И мы здорово с этим справились, поэтому считаю, что хорошо играли. Данил, последний вопрос. Опять, ты сам говорил о том, что перезагрузить карьеру хорошие возможности. Журналисты, эксперты тоже говорили о том, что, типа, вот для Апалькова хороший шанс что-то поменять. А что ты сам хочешь поменять, Данил? Свою игру. Ну, что же, все знают, что Данил Апальков добротный мастер, что менять? Добротный мастер, но посмотреть уже мало играл и по времени в том сезоне уже, и в этом сезоне практически не попадал в состав, и мало времени давали. Поэтому нужно психологически в голове покопаться и самому просто работать еще сильнее, еще усерднее. Как-то так. Ну, Динамо хороший вариант, насколько я понимаю. Отлично, отлично. Все, команда боевая, с характером, которая достойна хорошего результата. Поэтому будем стараться, чтобы его достичь.